Так, народ, всем привет, у микрофона как всегда Смывар, и сегодня, 23 марта, в доте был внезапно поставлен мировой рекорд в соло ММР. Вьетнамец с невыговариваемым ником достиг максимального значения ММР 10 тысяч. Но всё ли тут чисто? Разумеется, нет. И давайте разберёмся, что к чему. Начнём по порядку. У нас есть Steam профиль этого игрока, по которому мы можем увидеть, что в доте у него проведено всего 400 часов, что уже говорит о том, что эти 10к ММР были достигнуты нечестным путём. Также в друзьях на этом аккаунте имеется всего один человек, и этот человек всё тот же вьетнамец. Да, давайте я его буду назвать вьетнамцем, чтобы не пытаться выговорить его ник. Думаю, так будет проще для нас всех. Итого, продолжаем. Здесь мы уже выяснили, что у этого вьетнамца есть два аккаунта. Один основной, в котором 101 уровень Steam'а, куча вещей, 9000 часов в доте, 7000 ММР, и второй, скажем, фейковый аккаунт, на котором всего 10 тысяч ММР и ничего более. Думаю, доказательства того, что это один и тот же человек, будут излишни. Одна и та же аватарка, только перевёрнутая, и один и тот же ник, только опять же перевёрнутый. То есть написанный заду-наперёд. Также на фонах обоих профилей стоят фоны из аниме-игр, что свидетельствует о том, что единственный человек, который достиг 10 тысяч ММР, анимешник. Шах и мат, аниме-хейтеры. Ладно, я несерьёзный, если что, поэтому продолжаем. Воспользовавшись гуглом, мы можем спокойно найти дотабаф нашего вьетнамца. Однако его фейкового аккаунта в этом сервисе нет. Но он нам и не нужен, чтобы понять, что он промышляет чем-то нездоровым. Если мы посмотрим последние игры нашего рекордсмена на его основном аккаунте, то можно заметить, что все они длятся меньше минуты. У всех игроков какой-то бешеный ГПМ и ХПМ. Также, помимо всего прочего, в каждой его подобной игре есть одна интересная закономерность. А именно, в противоположной команде всегда есть Фурион, который постоянно ливает. Ну и благодаря дотабафу и размещенному на нём айди-матча, мы можем вполне спокойно увидеть, что происходит в этих играх. Смотрим от лица Фуриона. Он просто берёт и телепортируется на вражескую базу, тем самым сливая ФБ нашему вьетнамцу, пока последний просто стоит АФК. После вся команда Фуриона ливает, а команда анимешника остаётся просто стоять и ждать, пока вражеский трон упадёт. И на этом вся махинация оканчивается, оставляя ещё больше вопросов. Во-первых, откуда же такой большой ГПМ мне выяснить так и не удалось? Может, у вас есть какие-то предположения? То пишите в комментарии. Во-вторых, если мы посмотрим на аватарки команды нашего абузера, то увидим, что на них всех изображены девушки вьетнамско-корейско-японско-китайско-бурятской наружности. Да, как вы поняли, я не могу определить, кто именно изображён на этих аватарках, но очевидно, что всех этих ребят что-то связывает. И, кстати, они все находятся в пати. Если же мы посмотрим на противоположную команду, то среди аватарок мы найдём всего одну азиатку. О чём нам это говорит? Ну, очевидно, что все люди в этих играх, пока мы их будем назвать так, преследуют одну и ту же цель. Ещё, что не менее интересно, если мы посмотрим другие игры, то увидим, что во всех них участвуют одни и те же лиса. Что, скорее всего, говорит о том, что всё это боты. Ну, вернее, не те боты, с которыми мы играем на практике, а, скажем так, искусственные боты, созданные человеком. Кстати, эти игры были проведены не в рейтинговом режиме, а в обычном All-Pique в Южно-Восточной Азии. Поэтому вариант с песочницей отпадает, ибо в ней обычно используют не популярные регионы, например, Дубаи или Южная Африка. Однако, если посмотреть последнюю рейтинговую игру нашего вьетнамца, которая, кстати, была 14 дней назад, то можно убедиться, что песочницей в рейтинге он всё-таки пользовался. И здесь уже все признаки налицо. Дубаевский регион, все в пати, и что самое интересное, тот самый вьетнамец находится в обеих командах сразу. Что уже свидетельствует тому, что на одном из его аккаунтов играет бот, либо другой подставной человек. Тогда актуальным остается вопрос. Как же вьетнамец сделал так, что против него в пабе, не в дубайском регионе, постоянно попадаются его же боты? Ну или в крайнем случае его подставные люди? Пока что для меня это не ясно, ведь если банально начать поиск игры одновременно, то вероятность того, что ты попадёшься с тем, кем нужны, крайне мала. Также вот вам ещё факты. Профиль всех игроков скрытый, как на дотабафе, так и в стиме. И прошу не забывать, что всё, что я сейчас сказал выше, касается его основного аккаунта. А про тот аккаунт с 10 тысячами ММР неизвестно ровным счётом ничего. Но можно предположить, что на своём основном аккаунте вьетнамец просто тренировался в обузе. Учился, так сказать. А потом создал отдельный и начал обузить этим способом рейтинг. Однако, опять же, способ обуза ММР нам всё ещё точно неизвестен. И всё это лишь догадка. Но вполне вероятно, что это, опять же, та самая песочница. Но вот вам ещё интересная информация. Если зайти на стим профиль и его фейка, там где 10 к ММР, то можно увидеть всего один скриншот, на который можно рассмотреть поиск игры, который длится аж 99 минут на всё той же Южно-Восточной Азии. Но самый внимательный ещё мог заметить его ID в доте, который можно ввести в поиск доты и найти его профиль. Но это нам ничего не даст. Однако, если ввести его ID на дотабафе, то нам, по идее, должно было выдать его аккаунт. Но как бы не так. Мы получаем совершенно другого человека с другой аватаркой и ником. Но, опять же, с азиаткой. Почему так происходит, не ясно. Но, скорее всего, это связано с особенностью работы дотабафа. Видимо, когда-то его профиль был открыт с таким ником, но вскоре был скрыт, и ник был сменён на тот, который сейчас в топе ММР. А на дотабафе, получается, осталась старая инфа. Кстати, если поискать в стиме этот старый ник, то мы, опять же, ничего не найдём. Вот так. Всё, что мне удалось выяснить, я вам, наверное, рассказал и показал. Думаю, всем предельно ясно, что эти 10к ММР были получены нечестным способом. А благодаря каким-то махинациям с ботами, скорее всего, с песочницей, или особенностями поиска матча. Что ещё раз показывает, насколько несовершенна текущая система рейтингового матчмейкинга и доты в целом. Но я лично считаю, что этот поступок не останется без внимания Valve, и в скором времени вьетнамца забанит, а этот абуз как-то прикроет. Ну и, пожалуй, всё. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, мне хоть немного удалось прояснить текущую ситуацию. Если же у вас есть какие-то мысли или факты по этому поводу, то обязательно пишите в комментарии или же мне в личку. Думаю, будет интересно всё это дело прояснить. В общем, всем удачи и до скорого.